Игры кончили. Столичный суд впервые принял к рассмотрению иск российских пользователей, которых лишили возможности пользоваться зарубежными сервисами. Речь о японском медиамагнате Sony, который запретил геймерам запускать уже оплаченные игры. Какие еще иностранные бренды теперь могут задолжать миллионы клиентам из России? Разбирался Максим Шевченко. Этот стильный гаджет в белоснежный интерьер комнаты вписывается великолепно. Больше сказать о нем, в общем-то, нечего. Игровая приставка за полсотни тысяч рублей превратилась в бесполезный предмет мебели в один из вечеров, когда Диана включила телевизор. Я поняла, что я больше никогда не смогу играть, потому что интернет-магазин отключили. Собственно, операция PlayStation Store приостановлена. Это объявление вместо привычного каталога игр, единственное, что сейчас украшает меню дорогостоящей приставки, усугубляет ситуацию и то, что устройство работает исключительно с так называемым облачным хранилищем. В его собственной памяти никаких игр нет, так что даже те, за которые давно заплатили, теперь вне зоны доступа. Мы заходим, чтобы поиграть в игру, и, собственно, невозможно использовать игру, срок вашей подписки истек. Вот так вложение в модную и популярную приставку принесло лишь досадное разочарование. Консоль PlayStation — один из флагманов игровой индустрии. Лучшие студии планеты частенько балуют игроков эксклюзивами, которые подчас вызывают море эмоций. Да чё? Чё? На выбор были футбольные аркады и гоночные симуляторы, интерактивные боевики и блокбастеры. Геймеры обсуждали их не меньше, чем кассовое кино. По данным СМИ, за первый месяц продаж обновленной модели PlayStation Sony продала почти 9 тысяч устройств. Теперь один из слоганов бренда звучит как плевок в лицо игрокам из России. И нас ждут новые миры. Но геймер из Петербурга Евгений Колл решил, игра не закончена. Он вместе с Дианой и другими владельцами приставок от Sony дал бой несправедливости. В коллективном иске пользователи встали стеной против выходки японского техногиганта. По сути, они ограничили нас в наших возможностях по своей воле, односторонне. И это не очень справедливо. Хотелось бы вернуть данное устройство производителю и вернуть те деньги, которые были потрачены. Эта история примечательна тем, что в перспективе может развернуть в обратную сторону сложившийся годами тренд погони за приставками. Согласно исследованиям, проведенным в прошлом году, большинство компьютерных геймеров продолжают переходить на консоли. И это вполне объяснимо. Ведь гораздо удобнее сидеть на мягком диване перед телевизором, чем за столом и перед монитором. А еще о привыкании к цифровой забаве говорит и то, что покупая игры, люди продолжают тратить деньги внутри них. На героев, валюту или другие какие-то улучшения, которые, конечно же, помогут им гораздо легче и быстрее одерживать победы. Блок от японского техногиганта ударил и по бизнесу некоторых предпринимателей. Ведь пока одни держали удар в видеоиграх, другие на них зарабатывали. К примеру, в этом павильоне на окраине Москвы. Приходят вместе с друзьями поиграть, отдохнуть. Алиментарно после работы рабочие корпоративы часто празднуют, как и дни рождения у нас здесь. Изначально вложения были небольшими. В пустую комнату и шлем американского производства. Надеваешь на себя и погружаешься в виртуальный мир с головой. А его можно в очках использовать? Можно, да. У нас специально стоит расширение. Пока судорожно крутишь корпусом и руками, слушать рассказ управляющего о нахлынувших проблемах в бизнесе уже непросто. Чтобы продолжать работу, запреты на обновления пришлось обходить через сайты-посредники и интернет-кошельки. Для нас, да, это вышло, так сказать, в какую-то определенную сумму и для обновления шлемов, для какого-то элементарного обновления игр. Но на услуги цены мы не стали поднимать. В последнее время технологические компании работу в России сворачивают резко. Бывали случаи, когда это происходило после судебных разбирательств. Самый яркий пример — проигрыш Google в битве с одним из российских СМИ. IT-гигант незаконно заблокировал YouTube-канал медиакомпании, а ее представители обратились в суд с требованием разблокировки и компенсации. И неожиданно выиграли. В ответ Google разослал всем российским видеоблогерам письма с предупреждением. Российский филиал компании ждет банкротства. В десятистраничном документе за подписью гендиректора ООО «Гугл» много разных подробностей. В том числе о том, что, согласно принятому судебному решению, штраф подлежит бесконечному начислению в геометрической прогрессии. Конечно, в том случае, если должник не будет его выплачивать. К апрелю 2023 года сумма неустойки должна добраться примерно до отметки в 185 триллионов рублей. Она настолько велика, что даже глобальный IT-гигант посчитал, никаких денег на это не хватит. Громко хлопнув дверью, покинул этот бизнес-центр неподалеку от Кремля, а затем и Россию. Потух российский экран и у Нетфликса, американского онлайн-кинотеатра. Он весной просто выбросил россиян из системы, хотя перед этим успел собрать деньги за подписку. А производитель электроники Apple частично отключил функционал уже проданных смартфонов, в том числе бесконтактную оплату. В обоих случаях на компании подавали в суд, но жалобы отказывались принимать к рассмотрению. На этом фоне случай с иском к Сони стал сенсацией, его будут рассматривать в Хорошевском районном суде столицы. Сейчас в коллективном иске 28 человек, но по закону новые участники могут присоединяться вплоть до судебных прений, по факту до последнего заседания. Уже с момента подачи иска до его принятия уже было порядка 30-50 заявок людей, которые уже точно присоединились к иску. И сейчас уже после новости о принятии иска к производству, заявок становится все больше и больше, и поэтому количество людей также возрастет. Аналитики полагают, если новости о предстоящем процессе вирусом разнесутся по владельцам PlayStation, история может побить все рекорды. К иску присоединятся несколько тысяч человек, и тогда, если ушедшая Сони проиграет суд, не сможет игнорировать решение Фемиды, когда захочет вернуться. Те штрафы, суммы, иски, компенсации и так далее, они в любом случае будут обязаны оплатить. Давайте объективно. Есть бенефициар. Бенефициар установляется очень просто. Если это головная компания Google, Сони, кто-то еще, то какая разница, кто придет сюда. Даже ООО «Рога и копыта», если мы с вами организуем ее, все равно бенефициар будет. Ну а пока суд додела, Диана вынуждена коротать вечера, играя лишь в пару-тройку игр, которые чудом сохранились в памяти устройства до отключения онлайн-магазина. Она уже и не верит, что когда-нибудь Сони восстановит доступ к облаку. Однако приставку на продажу выставлять не планирует. Шутит. Все равно бесполезную коробку теперь вряд ли кто-то купит. Максим Шевченко, Дмитрий Акимов, Олег Иванов, Евгений Кириленко и Виктор Носов. Вести. Дежурная часть.